Приемы Оксаны Пушкиной всегда пользуются особым спросом среди граждан. Оттого встреча с депутатом Государственной Думы проходит, как правило, насыщенно и эмоционально. Кто-то обращается по личному вопросу, кто-то представляет целую инициативную группу. Но у всех, кто приходит на прием к народному избраннику, одно желание – как можно быстрее разрешить ту или иную проблему. Елена Филипова приехала с дочкой из Орехова, Зуева. Несколько лет назад ребенок получил серьезную травму в местной школе. У нас так получилось, что у нее получилась травма в 2015 году. Никто нам не оказал ни содействия, ни помощи. Я ее сама отвезла на скорую, госпитализировали ее. Пришла в школу, нас сделали виноватыми, ребенка. Хоть у нас там техника безопасности была нарушена, плюс освобожденные дети не могли сидеть на уроке физкультуры. Депутат Госдумы пообещал разобраться в ситуации. Еще одни частые посетители на приемах Оксаны Пушкиной – обманутые дольщики. Например, на этот раз к депутату обратилась представительница инициативной группы жителей ЖК «Западные ворота столицы» – старейшего долгостроя в Одинцовском районе. С дольщиками я просто уже живу 24 часа в сутки. И я очень понимаю и разделяю все тревоги этих людей. Это действительно так. Они зашли в тупик. Просто коллеги должны понять, исполнительные власти, что отписками теперь и отшвыриваниями людей, переносом их на другие сроки, встреч и так далее, уже вот теперь ничего не получится. Потому что теперь уже я буду коллег своих исполнительных властей спрашивать, а почему у вас не состоялась встреча. Задача Оксаны Пушкиной – выслушать, вникнуть в суть происходящего, а главное – объяснить, что необходимо делать дальше и, конечно, взять проблему под свой контроль. Александр Андриенко в буквальном смысле остался без жилья. Министерство обороны отказывается ему предоставить квартиру. «Почему Министерство обороны отказывается дать квартиру?» «Когда они увольняли, в 2009-м году, в 2007-м году мне дали квартиру служебную по соцснайму. И они пометили то, что эта квартира у меня так и остается». «Как я понимаю, то есть вам дали служебную, а отметку сделали, как будто вам квартиру дали». «Дали, да». «Правильно?» «Да». Вопрос пообещали разрешить в ближайшее время. В Одинцовском районе приемы Оксаны Пушкиной проходят каждую последнюю неделю месяца либо в местном отделении партии «Единая Россия», либо в волейбольном центре города. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.